ТВОЕ ВРЕМЯ ТВОЕ ВРЕМЯ Очень много работы было. То есть вы даже так вот летом своим молодежным составом трудитесь? Не то слово. Трудимся, пойти лица. Ну, мы заявили, кстати, дорогие друзья, что сегодня у нас действительно будет интерактив, и интерактив этот будет осуществляться через наши социальные сети. Группа телеканала Самара ГИС ВКонтакте есть. А если вы сейчас нас смотрите в прямом эфире или онлайн, будем рады вашим комментариям. Мы очень хотим услышать комментарии ребят, которые принимали участие в этом самом проекте «Время без наркотиков». Звоните, точнее, пишите нам и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Будем рады. Что-то такое интересное от вас прочитать здесь. Может быть, кому-то хотите привет передать, наставнику или с кем-то благодаря этому проекту познакомились. Ну что, Дмитрий, вся ответственность сейчас ложится на твои плечи. Что же за проект такой? Почему он так понравился ребятам молодым? Ну, проект на самом деле очень интересный, потому что он достаточно интерактивный. С ребятами общались на равных. Ну, наверное, начать стоит с того, что идея проекта и его необходимость появилась в связи с тем, что в Самаре достаточно плачевное состояние с количеством наркоманов. В среднем оно у нас в два раза больше, чем в среднем по Российской Федерации. Да, не очень такая, кстати, цепер. Грустная. Вот. Ну, а наша целевая аудитория – это молодежь. И, наверное, именно работа с молодежью основная для того, чтобы в будущем эта проблема, проблема наркомании, решалась. Вот. Поэтому мы решили в летние месяцы поехать в детские оздоровительные лагеря и напрямую пообщаться с ребятами, рассказать им о том, что такое наркомания, о том, почему действительно, почему это вредно и как этому можно противостоять. Мы съездили в три лагеря. Это лагеря Волжский, Артек, Костер и Заря. И ездили в общей сложности мы туда семь раз. Ого! То есть такие десанты у вас высаживались? Да. То есть там были, да, достаточно серьезные выезды. Видим, да, сейчас в патрии. Это как раз кадры из наших выездов. Там с ребятами работали профессиональные психологи. Они рассказывали им о наркотиках, рассказывали об уголовной ответственности, рассказывали о том, как оказывать помощь, если случился какой-то приступ. Бывали там, ездили с ними? Да, конечно. Хочу сказать, что там не только мы рассказывали детям о том, что такое наркотики и почему это плохо, но и дети рассказывали нам, как они видят. Что знают, да. Что знают, они предлагали свои проекты по борьбе с наркотической зависимостью. Между прочим, они там даже письма себе писали в будущее. Да. И практически все. Там была возможность потом зачитать эти письма при всех. Были смельчаки, которые соглашались это делать. Раскрывать, да, что-то такое о себе. Да. И многие писали о том, что они хотели бы прожить хорошую жизнь, как раз-таки без наркотиков и без всего вот этого вот плохого. Вредного, ненужного. Друзья, давайте я зачитаю комментарий, который поступает к нам в социальные сети. Напоминаю, это группа телеканала Самаргиз ВКонтакте. Вот, пожалуйста, Алексей Утенышев пишет. Было прикольно. Благодаря психологам узнал несколько фактов о наркомании, о которых раньше и не задумывался. Да и квест был веселый. Так, стоп, что за квест? Вот ребята написали, что квестам понравился такой сложный, казалось бы, такой проблеме с помощью квеста. Кому пришла в голову эта светлая мысль? Ну, у нас есть замечательный специалист Михаил Дементьев, который как раз совершал все эти выезды и общался с ребятами. Зажигал, заводил. И квест — это замечательный формат, формат интерактивный, когда ребята могли закрепить знания, полученные на лекциях. Всего было пять станций совершенно разных, где каждую станцию проводил психолог. Там ребята на каких-то станциях они рисовали, делали плакаты о том, что такое наркомания, как с ней можно мороться, почему это плохо. Они там не только рисовали, там использовались... У нас здесь еще фото, давайте смотреть на эти лица, потому что такое ощущение, что там просто какой-то веселый летний праздник происходит, и что-то они там делают, но явно как бы непонятно, что такое интересное. Да, эти плакаты они как раз-таки делали из подручных средств, из вырезок журналов, газет. Сами придумывали... Там были вообще совершенно потрясающие плакаты, мы их потом рассматривали всем домом молодежи. Это была одна из самых популярных станций. Детям очень понравилось именно творчество, через творчество выражать свое отношение к зависимости наркотической. Плюс еще были станции, когда... Одна из станций была, когда нужно из фразы «Здоровый образ жизни» составить как можно больше слов. И чем больше слов, связанных именно со здоровым образом жизни и с антинаркотическими какими-то вот штучками, тем больше баллов получала команда, и тем выше шансы были у нее победить. Я понимаю, но вот каково это, ребята, приехали отдыхать, да? Понятно, что кому-то это, может быть, не нужно было. Но я смотрю, там команда не по пять человек. И не по шансу. Двадцать человек. Пять команд по двадцать человек. В общей сложности за раз получалось... Около до семисот человек. Ну нет, за раз сто. За раз сто, в общей сложности за весь проект около семисот человек у нас участвовали. Даже, по-моему, больше. Даже больше. Ну так вот эти участники нам продолжают писать комментарии в официальную группу телеканала «Самаргиз» в ВКонтакте. Клево провел время, пишет Илья Ивочкин. Педагоги вежливые, все объясняют понятно. Игра была веселая, жаль, что приз не выиграл. А были еще и призы. Что же так, Илья, немножко расстроился. Что за призы? Ну вот как раз ребята, которые побеждали в квестах, получали очень интересные, мне кажется, очень удобные браслеты-флешки. Браслет-флешки? Да, каждый получал. Да, каждый из команды победителя получал по браслету. А у вас были какие-то, я не знаю, конкурсы, фото в социальных сетях? Ребята выкладывали что-то там такое интересное, может быть? У нас там, ну, непосредственно такого не было, но ребята, в общем, в принципе, всегда активно выкладывают фотографии. Прошлась немножко по разным фотографиям, весьма забавно. Да, 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 поэтому достаточно много фотографий в соцсетях появилось. Ну вот еще зачитаю комментарии. Алина Старчак пишет, замечательный проект, много хорошего слышала о нем от друзей и знакомых. Замечательные ребята, воплотившие в жизнь замечательную идею. Вот видите, Алина, как у вас все замечательно, это действительно здорово. Надежда Дмитриева пишет, проект очень хороший, главное, действительно нужный. Очень много полезного, нового ребята узнают из простых игр и квестов. И вот еще пишет Елизавета нам Чеканушкина. Отличный проект, я думаю, ребятам интересно узнавать что-то новое с помощью веселых идей. Спасибо вам, крутая идея. Ну, неожиданно много комментариев, значит, действительно проект удался. А кто все-таки вот эту мысль-то зародил вообще, что будет такой проект именно в лагерях и будет ли он в следующем году? Ну, по поводу того, что в следующем году он, мы надеемся, что будет, потому что он получился достаточно успешным. А идея родилась у нас в Самарском доме молодежи путем мозгового штурма. Мы долго думали как. И в итоге пришли к выводу, что, наверное, о таких серьезных темах, как наркомания, ребятам, особенно в таком вот подростковом возрасте, нужно доводить через развлечения. Ну, а как еще заинтересовать, чтобы это не было скучно, чтобы это не было лекции, а именно через развлечение, чтобы они понимали, что есть, есть другая жизнь, есть, не обязательно наркотики употреблять, чтобы было весело и здорово. Вот. К тому же скучных лекций им в школе хватает. Да. Про наркотическую зависимость и про то, как это плохо. То есть Анна, как куратор образовательных программ, наверное, много чего прочитала, проштудировала, сидела ночами, думала, как это все преподнести. Были какие-то проблемы с материалом, каково это вообще? Да, было сложно подобрать материал, чтобы донести его именно в интересной форме. Так, чтобы не занудно сидеть и говорить. Да, чтобы никак написано в учебниках, в каких-то научных статьях. Все-таки это подростки, и долго усидеть на одном месте им сложно. Им нужно более живое такое общение, движение. Именно поэтому как раз таки... Команды, когда они перезнакомились там все, наверное, еще. Передружились. Передружились, это здорово. Но у нас есть, кстати, мнение ребят, что они думают об этом. У вас, кстати, замечательно. Есть еще и телевидение в Самарском Дуе молодежи, где вы, выезжая на какие-то события, тоже снимаете сюжеты. Ну вот мы немножечко из одного сюжета как раз таки про этот проект выцепили мнение ребят. Давайте сейчас посмотрим. А я вам сообщаю о том, что у нас продолжается интерактив, продолжают собирать ваши комментарии в официальной группе телеканала Самаргиз ВКонтакте. Если вы участник проекта «Время без наркотиков», может быть, вы хотели бы чего-то пожелать, какое-то внести конструктивную критику или предложение. Пишите, будем рады. Может быть, что-то хотелось конкретно отметить, будем рады. Ну а давайте сейчас посмотрим мнение ребят. Обычно рассказывают, это никого не интересует. Вот сидят все на лавочках, смотрят, и, ну, всем все равно. А именно в такой форме, в которой нам это все преподнесли, это было очень интересно. Именно вот хотелось больше, больше, больше на эту тему общаться. Было вообще здорово очень. Вот лично я сегодня узнала много нового, то, что вообще не ожидала услышать про первую медицинскую помощь. Я даже не знала то, что есть какая-то медицинская помощь для наркоманов, то, что их надо переворачивать на бок, то, что надо, чтобы ни в коем случае не лежал человек на спине. Надо вызвать полицию, скорую, просить взрослых помочь. Еще мы говорили о будущем, мы смогли переосмыслить, как бы все это, подумать, кем мы хотим стать. И даже вот написали письмо себе в будущее, чтобы мы потом это прочитали. И я вот, наверное, подумаю, эх, какой я был маленький. Пять из пяти поставлю. Мне понравилось. Было весело, и задания были очень интересные. Мне понравилось, когда мы делали газету, когда мы делали газету, вот, до и после наркотиков. Когда люди берут употребление наркотиков и после. Ну, все подробности, я думаю, можно будет узнать, если вы зайдете не только, как говорится, в группу Самарского дома молодежи, но и в наш. У нас есть много замечательных комментариев. И в любом случае проект «Время без наркотиков» мне кажется, один из успешных именно вот в данной теме, в данном направлении. Люди говорили про психологов. Что за какие-то такие удивительные у вас были специалисты? Это, по-моему, тоже молодые, специально вы их подбирали. Да, это были молодые психологи из Самарского университета. Некоторые окончили уже вуз, некоторые еще учатся, но все они являются большими профессионалами. И тут срабатывает та система, что они могут общаться с подростками более-менее на равных, потому что возраст приблизительно одинаковый. Ну, там несколько лет, грубо говоря, там даже 5 лет. И они могут донести информацию вроде бы доступно, тем же языком, что говорят сами подростки, но в то же время уже с какого-то опыта. С опытом, да. Ну и как они? Сразу соглашались? Вот вы там их, допустим, приглашали, говорили, ой, нет, страшно, сложно. Были даже ситуации, что мы позвали одного психолога, она рассказала своей подруге, и та тоже написала нам, что хочу, хочу, это интересно, хочу как бы помочь подросткам, детям. Это очень интересный проект, поэтому они сами заинтересовались. На самом деле, даже для ребят-психологов, это на самом деле интересный опыт, потому что таких вот интерактивных проектов, особенно о такой сложной теме, во всяком случае, в Самарской области практически и нет. Вот, поэтому им тоже было интересно попробовать тебя в новой роли, попробовать, как это, общаться о серьезных вещах простым языком. Ну, я так понимаю, что у всех получилось, довольны, если будет такой проект, в следующем году подпишутся в первых рядах. Я думаю, что не только они подпишутся, но и еще их друзья на это подпишутся. Мне кажется, может быть, все равно же так или иначе выезжают ребята и осенью, и зимой каникулы, и, может быть, до следующего лета слишком далеко, а что-нибудь придумаете на осенне-зимние каникулы? Ну, посмотрим, но Самарский дом молодежи совместно с департаментом культуры, туризма, молодежной политики занимается, в принципе, круглый год антинаркотической деятельностью. Так вот, например, каждый год после Нового года, где-то в феврале-марте, у нас проходит антинаркотическая выставка «Чистый взгляд», где ребята, молодые фотографы делают фотографии, свое видение того, как можно и нужно бороться с этой проблемой. И на одной из центральных площадок нашего города эти работы выставляются. Поэтому, в принципе, работа эта ведется ежегодно, в течение всего года. А именно вот такой вот интерактивный, ну, спасибо за идею, мы подумаем, может быть, и реализуем ее на зимних каникулах. Да почему нет? Кстати, интересная тема с фотографиями. А что, например, запечатлено на них? Они как-то выражают свои мысли, к примеру, что-то, может, зацепило взгляд какая-то фотография? Вы знаете, там очень-очень разные фотографии, есть достаточно такие, ну, можно сказать, суровые, серьезные, которые действительно передают какую-то боль. Есть фотографии, которые предлагают альтернативу, что не нужно думать о наркотиках, что есть прекрасный мир вокруг нас и с кучей возможностей. Совершенно разные работы, поэтому там действительно тоже можно на что, есть на что посмотреть. А сейчас, если не секрет, Дома молодежи, над чем работает вот таким вот, может быть, чем-то удивить в осеннем сезоне нас? Сейчас у нас наступает очень интересная пора. В сентябре у нас пройдет подведение итогов нашего регионального конкурса «Студент года». Состоится гала-концерт, где будут названы победители. Еще можно секундочку? А мы, мы, дорогие друзья, обращайтесь к вам, об этом тоже будем здесь рассказывать. Так что не пропустите один из сентябрьских наших эфиров. Загибаем палец, так. Сейчас мы готовим новый проект, это выбор селфи. В преддверии выборов нужно рассказать молодежи о том, что выборы действительно это здорово, это классно, и мы это нужно, и мы делаем серьезный выбор. А когда ты приходишь на избирательный участок и делаешь там фотографии, то ты можешь получить, к тому же, очень хороший приз. То есть мотивируете молодежь? Конечно. Какие молодцы? Я на самом деле очень рада, что у нас в Самаре появился такой замечательный дом, Самарский дом молодежи, который при поддержке департамента вообще, мне кажется, ну, вершины еще не все взяты. Еще много работы впереди. Вы сейчас видите на своих экранах телефон, и я думаю, что если вдруг есть какие-то идеи, мысли, может быть, хотите принять участие в одном из проектов, может быть, хотите что-то организовать и провести, может быть, что-то, просто какая-то поддержка вам нужна, департамент культуры, туризма, молодежной политики, я думаю, вам всегда рады, ответят, направят, в конце концов, подскажут. Ну, а у нас есть такой небольшой сюрприз, возможно, для всех тех, кто был на этих сменах проекта «Время без наркотиков». Мы из ваших видео, которые вы нам принесли, сделали небольшой такой клип, он веселый, позитивный. И да, мне кажется, что будет здорово, если кто-то сейчас себя увидит там, ну, мало ли, на память такая штука очень весело. Давайте посмотрим, а мы сейчас, да, расскажем о том, что говорили мы о проекте «Время без наркотиков», и я думаю, что этот проект продолжаться будет. На экране мы видим героя, я так понимаю, да, этих… Да, Михаил Дементьев. …всех зажигательных мероприятий. Михаил, я так понимаю, сам молодой ваш специалист. Да, наш молодой специалист, который очень много делает, и это вот практически, можно сказать, одно из его детищ. Ну, видно, что он там с душой, прям так говорится, относится к этому, и ребята к нему тянутся. Самое главное, да, найти такого человека, который не просто протоколен, да, проведет мероприятие, а именно вот заинтересует. А ребята какого возраста участвуют вот в этом проекте? От 14 лет. То есть их, кстати, достаточно сложно заинтересовать. Да, в этом и была одна из проблем этого проекта, как заинтересовать детей именно такого сложного возраста. Но, мне кажется, мы справились. Да, вот видели сейчас как раз-таки здоровый образ жизни, те самые картинки, которые надо было собирать в слова, и я думаю, что в любом случае, вот сейчас каждый, кто видит себя и говорит «мама», я показываю это по телевизору, друзья, вы настоящие молодцы, это действительно здорово, что мы можем об этом тоже в свою очередь здесь на Самарвис об этом рассказать, показать, и это, по-моему, момент создания коллажа. Да, как раз из журналов, подручных средств. Кто-то приклеивал цветы, листья. Кстати, вот, наверное, небольшой привет участникам, многие коллажики. Привет, участники, да. Да, сейчас висят в Самарском доме молодежи, мы на них любуемся, потому что есть действительно очень классная, интересная работа. Практически каждый нас выбрал себе по-любимому коллажику и повесил около стола рабочего. Ну, вот так вот, сами смотрите так периодически, вдохновляетесь, как говорится. Да, на новое свершение. Ну, не только, но и плюс это, видимо, действует. Ну, давайте посмотрим, потому что у нас сюрприз есть. Это, наверное, съемка с крытой камерой, и все-таки присутствует. Внимание на экран! Ну, вот такая вот стая вдохновленных, окрыленных и, главное, замотивированных на хорошие, добрые поступки и жизнь без вредных привычек. Спасибо вам, ребята, что пришли. Вам, дорогие друзья, спасибо, что писали. Вы действительно наша поддержка, и мы с большим удовольствием будем рассказывать что-то интересное. Здесь, в эфирах программы «Твое время», даже хочется, может быть, немножко проанонсировать следующий выпуск. Будем говорить, и, может быть, вам тоже это будет интересно, про молодежные средства массовой информации в Самаре. Во всех вузах и в колледжах тоже, в том числе, есть небольшие компании, которые снимают веселые ролики. Всем пока, удачи, хорошего хода!